Зовут меня Денис Евгеньевич Мациевский. Закончил я Строгановку, член Союза художников России, член Московского союза художников. Занимаюсь живописью, афортом. Для моей тематики творческой характерен интерес к истории, религиозно-духовной теме в области изобразительного искусства и к тематике международных связей. Я обращаюсь к вневременности темы в искусстве. Мне интересен подход нетрадиционный, нестандартный к решению пространства. И в то же время в своем искусстве я опираюсь на достижения художественной, мировой культуры и русского искусства. Последнее время пишу работы, связанные с евангельской темой. Картина «Одно лишь время наше» писалась в 2014 году. В тот период я преподавал в одном из институтов и ставил постановки для студентов. Преподавал макетирование, основы начертательной геометрии, академический рисунок, живопись. И ряд макетов, даже большая часть макетов, была создана непосредственно студентами. Вот на заднем плане вы видите изображение вазы, которая была создана по принципу вазы Паула Учелла, которую он изобразил в одном из рисунков. Я немного ее стилизовал, сделал проект в Тейдемаксе и одна из студенток ее исполнила. Также ей была создана вот эта сфера, которая, вы видите, находится, представляющая собой несколько взаимопересекающих обручей Мадзоккио. Дело в том, что в эпоху Возрождения в Италии художники изображали такой обруч, который является восьмиугольником в сечении, ну и где-то двенадцати или шестнадцатиугольником во втором сечении. Получается такой многогранный обруч. И вот я предложил, что можно взять три таких обруча, пересекающихся, и между ними пустить обручи, уже имеющие окружность в сечении. Вот получилась такая сфера, а во внутреннюю ромбокубок Тайдер. Поместили такой многогранник. Я предложил ее буквально, так сказать, назвать сферой Муцеевского, поскольку, в общем, аналогов такой сферы не было. Также для этой работы собирались и другие многогранники. Видите, звездчатые формы и косаэдра, и додекаэдра, многогранник зигзаг вот здесь находится. И даже собирался довольно масштабный обруч Мадзоккио. Вот я уже упоминал о нем сейчас. Это обруч, который встречается в творчестве, самое главное, в исследовательских работах художников Возрождения. У Паула Учелло, Пьера де Лефранческо и Леонардо да Винчи. И вот, взяв один из проектов Леонардо да Винчи, возникла идея выполнить этот обруч в виде макета. И действительно, этот макет был создан, в которых были встроены спиральные конструкции. После чего такую очень интересную форму один из студентов решил собрать сам, поскольку она представляет собой и косаэдрическую форму. Внутри вставлена звездчатая форма, и все ее края представляют собой додекаэдры, правильные формы тела Платона, которые завершаются в свою очередь пирамидой. Как вы видите, здесь есть и формы другие, например, представляющие собой структурную сферу, в которой встроен куб. Есть формы курносого куба, так называемого, и даже различные сложные многогранники, типа торси-рефрегнатурного звездчатого додекаэдра. Возникали и полигональные формы, когда в основе лежал тот самый обруч Мадзокио, но доводился, по моей идее, до многогранника путем того, что каждая сторона достраивалась до пирамиды. Получалась такая полигональная форма. Но эта постановка была в дальнейшем обогащена уже элементами архитектуры. Вот видите, здесь стоит ионическая капитель, фрагмент основания или перевернутая капитель Тосканского ордера. И в итоге вся она была завершена бюстом, который является бюстом Гесиода, но долгое время считался как бюст Сенеки. В истории этой работы был еще и такой интересный момент, что один из студентов задал мне вопрос, Смогу ли я написать довольно точную, не довольно, а определенно точную живописную работу, где бы передал все со всеми деталями и точностью нюансов светотени, не пользуясь никакими вспомогательными средствами. Как мы знаем, в истории такие были камера Обскура, камера Юсида или современные фотографии или какие-то проектные устройства, ну, типа проекта. На что я сказал ему, что смогу, и был заключен не то чтобы спор, но он немного усомнился в этом, можно ли без вспомогательных вот этих средств сделать предельно точную работу. Однако я согласился на это и выбрал как раз вот такую постановку, которая могла бы смотреться при таком детальном и точном изображении, не вульгарной, не фотографичной, а интересной, поскольку здесь в основе лежали идеи создания вот таких вот математических тел. Вспоминается античный философ Платон, который буквально, так сказать, телесную структуру придавал математическим идеям. И вот на основе его исследований и названы пять идеальных тел Платона. Некоторые из них здесь присутствуют, но, правда, уже в звездочной форме, как Додекаидр и Икассайдр. Далее возникла задача завершить эту постановку, и тот самый студент, который поставил мне такую творческую задачу, был послан купить, приобрести в магазине художественных товаров бюст, который там и назывался как бюст Сеней. Но, как известно, сейчас он атрибутирован как бюст эллинского поэта Десиода. Это тоже стало одной из таких вот загвоздок в создании работы. Дело в том, что я размышлял над некой несправедливостью, почему бюст Десиода был приписан Сенеке, и в то же время сама по себе постановка очень направляла меня к творческой идее создания работы аналогичной поздней ренессансам или даже, сказать, барочным картинам, которые имели название «Ванитас». «Ванитас» – это были большей частью натюрморты, которые в определенной степени иллюстрировали книгу «Экклезиаста» из Библии. И «Суета-сует» – его знаменитое слово, что все мирское – это суета, суета-суетствий. Если в церковнославянском говорить по-латыни, слово «суета» будет как «Ванитас». И поэтому натюрморты, изображающие вот этот вопрос о бренности бытия, о тщетности славы, тщетности мирских богатств, они создавались художниками, но большей частью представителями стиля барокко. Однако этот жанр, в общем-то, существовал, но на какое-то время он, скажем так, вышел из не то чтобы моды, но художники не обращались к нему. И вот у меня возникла идея сделать нечто подобное и в название взять фразу из как раз нравственных писем Сенеки, где он говорит, нравственные письма Люцилию, где он говорит «Одно лишь время наше, да и им». Дальше он продолжает, правда, в другой форме, но смысл такой, что и им мы не можем в должной степени воспользоваться. В итоге сюда был поставлен бюст Гесиода, который является Гесиодом, но именуется как Сенека, и в название картины пошла как раз цитата из римского философа Сенеки. Для самой работы был выбран колорит, довольно тонкий, и я избегал каких-то цветовых контрастов для того, чтобы создать ощущение вот такой вот таинственности и философской направленности самого сюжета и самой темы. надеюсь, что зрителям работа будет интересна, тоже наведет их на размышления, а самое главное – эстетически понравится. Всем спасибо. 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 Спасибо.